Маги, маги, красные маги, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Тех, кто с этих холмов не пришли. 4 мая в Доме культуры Станицыного-Дмитриевской прошла международная патриотическая акция «Огонь памяти», организованная Народным фронтом. Представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» доставили в станицу частицу вечного огня, зажженную на могиле неизвестного солдата. Вечный огонь – знак памяти о миллионах павших воинов, отдавших свои жизни за великую победу. Участники и гости мероприятия почтили погибших героев Отечества минутой молчания. Не забывать подвиг предков – наш священный долг, напомнил глава Северского района Андрей Дорошевский. «Ничто не забыто, никто не забыто, мы будем вечно помнить наших героев, их подвиги. Для этого мы и собираемся в преддверии 9 мая. И не только 9 мая, мы обязаны каждый день вспоминать и чтить своих героев и своих предков, отдавая им уважение и памяти. Потому что это наш свами долг, это наша обязанность». В торжественной обстановке капсулу с частицей вечного огня передали казакам. До Дня Победы ее сохранят в местном храме Успения Пресвятой Богородицы. А 9 мая с помощью капсулы на мемориальном комплексе в Новодмитриевской зажжется вечный огонь. Здесь находится братская могила для 1239 советских воинов, погибших в битвах с фашистами за освобождение станицы в 1943 году. Участники мероприятия возложили к монументу цветы и сделали памятную фотографию.